Здравствуйте, уважаемый клиент. К вам обращается отдел финансового контроля Сбербанка. Меня зовут Александр. Связались с вами касательно такого повода, что к нам поступила заявка на оформление потребительского кредита на сумму 150 тысяч рублей. Данную заявку вы подавали, укажите? Нет, не подавалось. Я вас понял. Фиксирую факт мошенничества. Укажите, когда в последний раз совершали вход в мобильное приложение нашего банка? Да, на неделю, да, совершаю. Проблем со входом не возникало? Информация корректно у вас прогружалась? Да, как обычно, наверное. Вношу в систему банка. Сейчас вам объясню, что нам показалось зрительного и почему мы с вами связались. Дело в том, что был софиксирован вход в ваш личный кабинет с города Москва, после подана заявка на потребительский кредит. А был у нас указан в Ростовской области, верно? Да, да. Из-за разбежности региона система банка направила данный звонок. Уважаемый клиент, это понятно? Так они что, зашли у меня в Сбербанк онлайн, что ли? Все верно. Изначально был получен доступ к личному кабинету, после чего подана заявка на потребительский кредит через раздел «Кредиты». Ну зачем это надо им? Еще раз не расслышал. Зачем им это надо? Уважаемый клиент, я не знаю, зачем данные действия совершают, исключительно, чтобы найти выгоду в вашем профиле в нашем банке для подачи заявки на кредитование. Это единственная причина, по которой они собираются данные действия. Ну зачем им кредит на мое имя, я не понимаю. Чтобы данные финансы числились за вами, они смогли их получить. Так у меня там и 250 тысяч лежат на карте. Послушайте. Чего они мне это кредит, что мне деньги не сняли у меня с карты, я не понимаю. Кредит на мое имя. Послушайте. Смысл такой, это они оформляют кредит на мое имя. Послушайте, у меня сейчас отображается информация, у вас остаточный баланс по вашей дебетовой карте на сегодняшний день составляет 5 рублей 96 капиталов. Как, как, как 5 рублей? 250 тысяч у меня там. Вы уверены, что... Конечно, 250 тысяч у меня на карте. Но у меня по системе отображается, у вас остаточный баланс 5 рублей 96 копеек. Как это так? Как это так? Что, списали, что люди, не все мои с картой, я не пойму. Послушайте, у вас, когда вы в последний раз получали доступ к личному кабинету, отображалась информация корректно по вашим финансам? У меня все нормально, карта, все нормально отображалась, сумма какая. На первой странице все, 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 что видно сразу. Я вас понял. Уважаемый клиент, данную информацию перенаправляю к техническому отделу. Сейчас с системой будет совершаться поиск операции. Если данные финансово у вас числились, мы будем производить поиск операций, которые... Что, блин? ...использовали ваш личный кабинет для списания. Также будем производить возврат финансов обратно на... Уважаемый клиент, в таком случае, я буду отклонять данное заявление и передавать информацию в технический отдел. Какое заявление? Динни из карты куда делись, я не пойму. Послушайте, но мне технический отдел передал информацию, что была уже найдена операция на списание. Сейчас технический отдел... Послушайте, сейчас данные финансы будут возвращены обратно на ваш пластиковый носитель, так как они находятся в транзакционном поле, а именно в обработке. Вы можете сейчас успокоиться и понять, что я... Как успокоиться, 250 тысяч на карте лежало. А вы говорите какой-то кредит. Что вы сразу не сказали, что деньги сперли с карты? Потому что данная информация у меня не отображалась по системе. Как только я... Кредит у вас отображается, что денег на карте нет. У вас уже только сказали, 5 рублей там лежит. Как не отображается, если вы только что сказали? Что у меня не отображается? Ну вы сказали, не отображайте, 250 тысяч лежало, а сейчас нет. И вы говорите, не отображается у вас. Наверное. Ну, как не отображается, вы говорите, 5 рублей лежит на счету, вы говорите. Все правильно. Ну, а там на карте, ну, 250 тысяч лежит на карте виза, Сбербанк. Я же вам сообщил, что технический отдел уже начал поиск данных... Ну блин, а вы мне сразу какой-то кредит говорите, блин. Деньги сперли, а вы в какой-то кредите. Нахрен мне нужен кредит. Вы мне деньги верните мои карты. Я вас понял. Фиксирую данную информацию. Также нам понадобится планить заявку на кредитование, так как она числится за вами. Да значит она нужна, пускай числится. Кто меня был одобрен за кредит, я весь за это... Я за это уже... У меня уже какие-то... БКИ я уже давно... Я давно уже в БКИ продаю... Бюро кредитных историй прописан давно. Я долги погасил, я долги погасил оттуда, что не в себя, я уже не удалишь. Поэтому мне уже хрен кредит дают. Так что это не беспокойтесь. Мне все равно отклонят, 100%. Я вас понял. Уважаемый клиент, технический отдел мне перенаправил информацию. Была совершена проверка личного кабинета на наличие сторонних операций и бредоносных программных обеспечений. Было выявлено, что утечка ваших данных поступает от бредоносных программ, которые сейчас находятся в вашем устройстве. А именно два вируса, которые распространяют вашу информацию в облако интернета. Вплоть до телефона, книги, фотографий, номеров вашей карты, а также персональную информацию. Это вам понятно, укажите? Это что не понятно? Вирусы, что ли? Еще раз не расслышу. Вирус, я говорю, вирус. Все верно. В таком случае, вам изначально будет необходимо удалить ваш Сбербанк онлайн с вашего устройства, чтобы вирусы не компрометировали информацию и не перенаправляли ее третьим лицам в режиме нашего с вами диалога. После чего мы производим полную диагностику вашего устройства и очистку от вирусов. Впоследствии чего устанавливаем обновленную версию Сбербанка онлайн, но уже с дополнительной защитой, которая будет способствовать тому, что с подобными рода ситуациями в дальнейшем вы не столкнетесь. Сейчас ставьте наш с вами диалог на громкую связь, чтобы вы корректно слышали информацию, которую я вам буду предоставлять. Выходите сейчас в главное меню вашего устройства для удаления Сбербанка онлайн. На разочую версию не подходит, да? Еще раз не расслышал. Я говорю, эта версия не подходит. Не дело в версии, а именно в вирусе, который сейчас находится в вашем устройстве. Нам понадобится очистить устройство от вирусов, чтобы в дальнейшем вы в спокойном порядке смогли пользоваться приложением Сбербанка онлайн и были уверены в том, что финансы будут находиться всегда в безопасности. Сейчас укажите, у вас устройство на базе Android или на базе iOS? Тут не знаю. Буквка А написано. Буквка А. Где программа загружается, да? Это вы имеете в виду App Store? Ну, это вот буковка А в этом, в квадратике, да? На синем фоне? Да, да. Белая буква. Да. Это вы имеете в виду App Store? У вас устройство на базе iOS. Вы удалили Сбербанк онлайн, укажите? Да нет пока еще. Я вот это вы говорите куда-то... Зайти куда-то, говорите, куда-то. Я сейчас вам сообщаю, чтобы вы произвели удаление Сбербанк онлайн. Ну? Удалили? Удаляю сейчас, да. Раз в этом. Нажимаете иконку, у вас отобразится значок крестика. После чего пущу уведомление с надписью «Удалить». Да. Удалили. Удалили. Да, нету. Сейчас мы будем производить установку антивирусной поддержки от нашего банка, чтобы робот произвел полную диагностику вашего устройства и удаление от вирусов, которые сейчас компрометируют информацию третьим лицам. Получайте доступ к приложению App Store. Вот это что, буква А? Все верно. На синем фоне... Ну, там у меня не App Store написано. У вас Play Market написано? Ну, вот это буковка А на синем. Да, Market, да. Вы понимаете, что если у вас написано Play Market, то устройство у вас на базе Android, а не на базе iOS. А вы говорите iOS. Вы говорите iOS. Я вам сообщаю, у вас App Store, вы мне говорите да. Я из этого и сделал вывод. И у меня иконка, иконка синяя и буква А вот так, три черточки, три черточки А. Вот так, как А. Это у вас иконка какого приложения? Вот А на синем фоне. Market. Market? Скажите, приложение вы устанавливаете через Play Market? Ну, не знаю, так он называется, как вы сказали, он называется. Приложение вы устанавливаете на ваше устройство через какое социальное приложение? Ну, вот через... Ну, я вообще не устанавливаю. У меня тут вообще никаких вирусов нету, не должно быть. Я вообще приложения никаких не устанавливаю на телефон. Я вас понял. А Сбербанк Онлайн вам кто устанавливал? Меня устанавливал родственник. Он все зарегистрировал. Все, все, как карточку зарегистрировал. Как пароль получать, показал. Ну, как заходить, показал. Вот, и все, вот я и пользуюсь. А других программ... Скажите... У меня ничего нету. То, что стояло на телефоне... А у вас сейчас на устройстве отображаются какие-либо надписи? Samsung, Redmi, Huawei? Спереди? С обратной стороны, возможно, у вас яблоко отображается. Это означает, что устройство у вас Apple. Да нет, у меня дешевый телефон. Какой? Это дорогие телефоны. Ну, у вас в таком случае устройство на базе Android. Наверное. На меню укажите. Кого? Вы сейчас в главном меню вашего устройства укажите. Ну, вот, на первом экране. У вас отображается официальное приложение под названием Play Market. Ну, вот, я жарю... Вот это вот. Четыре... Три черточки, а... Вот это синее. Треугольничек, да? Нажмите там, где у вас Play Market. Войдите в него. Ага. Нажал. Как только откроете, в самом верху экрана у вас будет отображаться поисковая строка белого цвета с информацией поиск игр и приложений. Отображаете? Наверху ничего не видно. Поисковая строка имеется у вас? Вы открыли приложение. Что вы видите? У меня, это, полоска номер телефона, с которого я сейчас звоню, это, вы звоните. Наверху на самом. У вас отображается наш с вами диалог? Вот, на самом верху, да. Вот написано ваш номер. Вот. Написано. Ваш номер плюс 7. Я понял. Вы в Play Market вошли? Вошел. Вы говорите, сверху что-то поиск. Нету поиска сверху. Я же говорю, сверху поиск. В Play Market, я вас понял. Сверху поиска у вас отображается поисковая строка, либо поисковая меню? Сейчас, кошку выпущу, обождите, секунду. Сверху ничего нету. Поиска никакого нету. Play Market, вы вошли, что вы сейчас отображаете? Вот иконки, телеграм, тикток. Так, что тут еще? Тинькофф. Поиска отображается у вас? Поиск. Просто поиск. Поиск нету. Вот, вот, сверху, да? Красная полоса. Плюс 7. Ну, ваш этот, наверное, номер. Плюс 7. 490. Я бы не понял. В самом приложении. В самом приложении. Нету поиска, нету. А где он должен быть вообще? На венту? Какая строка у вас в самом верху должна быть? Вы сказали, вы сказали, наверху. Я же говорю, что наверху. Вот, наверху. Так, наверху у вас отображается диалог, а снизу у вас отобразилось приложение. И в самом приложении у вас поисковая строка. Ну, где она? Внизу? Внизу или вверху, вы сказали? Вы сказали, вверху. Я говорю, вверху красная полоска. Красная. И написано, плюс 7. 900. 495. 440. Зрение вообще плохое. 449. Это же, наверное, ваш номер, да? Да. Алло. Да, это финансовый номер телефона, защищенная линия банка, по которой мы сейчас с вами связаны. Вы сейчас уверены, что вы в приложении Play Market находитесь? Ну вот я вниз, вниз листаю. Вот вниз тяну. Так, что тут у нас? Сейчас гляну. Так. Клаб какой-то. Яндекс. Маркет. Вот. Тик-Ток. Вибер. Это ж оно? Еще раз. Какое приложение вы имеете в виду последнее? Вибер. Вибер. В любом случае, сейчас... Уважаемый клиент, послушайте меня сейчас внимательно. А где поиск? Вы сказали поиск. Нажимяйте. Где поиск? Уважаемый клиент, вы можете сейчас успокоиться и послушать меня? Ну, вы говорите поиск наверху. Да, все верно. Вы можете сейчас успокоиться и выслушать то, что я вам сейчас скажу? Да. Я сейчас буду перенаправлять данную информацию техническому отделу. Ну, с вами свяжется старший специалист технического отдела для помощи в решении данного вопроса. Так как у вас сейчас отображается... Вы мне сами скажите... Вы скажите, что там с деньгами с моими? Что там где-то с деньгами? Где-то разбирательство, и старший специалист более детальную информацию... Ну, что-то делайте или нет? Вы говорите, что здесь денег нет, мне кажется. Я так понимаю, что данные финансы сейчас находятся в обработке под возврат обратно на ваш пластиковый носитель. Вы можете за это не беспокоиться. А я Сбербанк уже удалил. Как я теперь до него зайду? Сейчас со старшим специалистом, как только вы свяжетесь, он вам сейчас направит вызов. Проинформирует вас. И более детальную информацию касательно регламентных работ вам предоставит. И отменит заявку на кредитование. Не, понимаете? Для меня не вставил, блин, этот Сбербанк. Теперь опять к нему что лети, чтобы он по новой вставил? Послушайте, вы сейчас можете успокоиться и принять входящий вызов от старшего специалиста технического отдела? А вы какой, не старший? Я являюсь специалистом отдела финансового контроля. Ну, вы знаете, что там с деньгами моими сейчас? Все верно, сейчас готовится под возврат. Ммм. Так вы не списали или как, я не пойму. Я же вам сообщаю, что данные финансы сейчас обрабатываются под возврат обратно на ваш пластиковый носитель. Техническим отделом была выявлена операция со стороны третьих лиц. Поэтому данные финансы, так как у вас активная услуга страхования сейчас, будут списаны также в сегрегированного счета, на который третьи лица переносили данные финансы и возвращены обратно на ваш пластиковый носитель. А пока это на вирусы будете проверять, да? Сейчас я буду для этого перенаправлять вас на старшего специалиста технического отдела с помощью удаления данных вирусов и отмены заявки на кредитование. Вместе с ним вы также установите Сбербанк Майм, но уже с дополнительной защитой. Вы это понимаете? Ну да, если вирусы стоят, они все равно будут ссыто снимать деньги. Постоянно, правильно? Ну, у нас же вирус удалить сначала. А потом ставить Сбербанк. Мы сейчас этим будем заниматься. Вы только успокойтесь, не переживайте, хорошо? Просто вы говорите, это поиск, я не вижу поиск. Хорошо, в таком случае ожидайте на линии, сейчас буквально 30 секунд, хорошо? Да, да, жду. Я перенаправляю вас на старшего специалиста технического отдела. Спасибо, ожидайте. С ума сойти. 250 тысяч сняли, блин, они-то. Уважаемый клиент, здравствуйте. Да, да. К вам обращается специалист технического отдела Сбербанка. Зовут меня Калугин Роман Николаевич. Табельный мой номер сотрудника 301632. Только что направили запрос от отдела финансового контроля касаемо недопонимания технических моментов. Я так понимаю, вы не можете выполнить удаление Сбербанка онлайн, правильно? Так нет, он сказал удалить, я удалил. Ага, я понял. То есть вы не можете установить приложение быстрой поддержки, правильно? Да, не могу удалить. Он говорит поиск где-то, я не могу найти поиск, где поиск. Давайте тогда по порядку, вы, пожалуйста, не торопитесь, без меня никаких действий не совершайте. У вас, подскать, как телефон называется? Да я точно не помню. Какой-то дешевый китайский телефон у меня. Сзади у вас какая надпись написана, либо спереди? Спереди ничего не написано. А сзади что-то написано у вас? Сзади ничего, они в чехле резиновом. Ага, я вас понял. В чехле резиновом. Хорошо, в этом случае, я понял. У вас внизу на телефоне сенсорные кнопки, там треугольник, круг, квадрат имеются? Нет, у меня вот так вверх махнул, и справа махнул. Вот так, у меня кнопок нет. Я понял. Откройте сейчас тогда Play Market, пожалуйста. Вот это, куда он меня говорил, тот второй специалист? Да, Play Market это официальное приложение на каждом телефоне. Он у вас визуально должен отображаться, такой разноцветный треугольник на белом фоне. Так я же в него зашел, он же мне сказал, скажите, что есть. Я же говорю, есть Telegram, TikTok, вот это, квадратики. У вас кнопка поиск игр и приложений имеется сейчас, подскажите? Где она должна быть? Сверху. У вас должна быть белая, белая длинная такая полоска. Видите ее? Я же говорю, наверху красная полоска и номер плюс семь, четыреста девяносто пять, четыреста сорок девять. И то? Под этим номером, под номером, что у вас оказано еще? Вот тут, вот это на красной, на красной нарисована справа буковка Я, а ниже, ниже написано, возможно, злоумышленники. Что это такое? Нет, не то. Не то? Слева, слева вверху, у вас имеется кнопка влево? Ну, такая стрелочка влево. Нет, я же говорю, у меня влево махнуть надо справа по экрану, а чтоб выйти надо снизу махнуть наверх. А сделайте это. Куда? Сверху, снизу, снизу вверх махните. Снизу вверх? Да, да. Так. Все, на экране. Что далее у вас отобразилось? На экране. На главном экране, правильно? Да, да, да. Вот, теперь откройте Play Market. Так, вот это все еще висит, вот это красное. Возможно, у вас крестик у вас имеется там? Нет. А где крестик должен быть? Там, где у вас вот это написано, возможно, злоумышленники, закройте его. А как, нету крестика. А попробуйте его пальцем сверху вниз потянуть, чтобы оно у вас убралось. Сверху вниз? Да, да. А, да, да, тяну, тяну, тяну. Переместить куда-то. Вниз она переместилась. О. Вот. Возможно, злоумышленники вниз переместилась. Почти, почти на низ экрана. С экрана. С экрана она у вас пропала или нет? Нет, внизу, внизу экрана. А есть кнопка там пропустить, продолжить, либо крестик какой-то? Нет, вот это где? Возможно, злоумышленники, какие-то точечки, какие-то точечки. Я понял. А закройте сейчас все вкладки на вашем телефоне. А как это сделать? Как вы всегда закрывали приложение? А телефон не закроется? Нет, нет. Так. Сейчас, это ж надо внизу вверх, да? Ну, наверное. Так, да. Сейчас. И так вот это вбок, да? Да, да. Вот. Все вбок, а это висит. Вот это висит, возможно, злоумышленники. Внизу по-прежнему висит. Я вас понял. Откройте браузер сейчас. Браузер. Блин, а что это такое? Вот это хром? Да, хром. Откройте хром. Я вообще не пользуюсь. Откройте сейчас его. Я вообще не пользуюсь. Я понял. Ну, сейчас нужно будет воспользоваться. Угу. Да, открылось. Что делать дальше? Напишите сейчас в хроме, там, где у вас гугл, квик-суппорт по-русски. Квик-суппорт. А у меня тут только Яндекс. Наверное, надо туда выйти. Мне тут что-то... Вы выберите Яндекс. А вот у меня Яндекс. Выберите Яндекс сейчас. Блин. Откройте поисковую строку. Она открыла... Она вот она, Яндекс. Вот она, найти. Вот, нажимаете найти и в поисковой строке напишите квик-суппорт. Да как написать? Вот это внизу висит, красная. Перетяните его наверх. Ну, так же, да? Да, да. Наверх. Вот это. Возможно, злоумышленники. Наверх перетянули, где была раньше. Так, внизу вот это клавиатура писать, да? Да, пишите на клавиатуре сейчас. Квик-суппорт. Две буквы К у вас должно быть. К как Кирилл, В как Владимир, И как Игорь. Еще раз буква К как Кирилл. Квик-суппорт. То есть два слова у вас должно быть. Угу. Блин. Далее нажимаете кнопку... Спорт получилось, обождите. Без супа. Суп-порт, да? Суп-порт. Да, да. И напишите еще Play Market. То есть четыре слова напишите. Квик-суппорт, Play Market. Угу. Play Market. Ага. Да. Написал. Вот. Что далее у вас появилось? Ну вот. Тут неправильно немного написал. Ну ладно, вот. Приложение. Приложение. В угол. Play. Team. Что-то. Вот. У вас кнопка установить. Миница зеленая. Где? Там, где Team Beaver, Quick Support. Голубой квадрат. Внутри него стрелка в разные стороны. И две английские буквы. Так я ж на него пока не нажимал. Где вы на него нажимали? А вот что сверху. Нажимают на него, да? Да, да. Нажмите на него. Ага. Кнопка установить зеленая появилась у вас? А вот эта длинная? Ну да. Зеленая кнопка установить длинная. Ну она не кнопка, она какая-то длинная полоса. Зеленая, правильно? Да, да. Нажмите на нее сейчас. Ага. Нажмите. Что далее у вас появилось? Что изменилось? Да пока крутится. А приложение у вас Team Beaver Quick Support, правильно? Я не знаю, вот эта красная сверху висит, ничего не видно. Возможно, злоумышленники. Опустите его еще раз. Вниз опять. У вас визуально, визуально у вас отображается голубой квадратик со стрелкой в разные стороны и две английские буквы, правильно? Я вообще без очков, я вообще без очков не вижу на экране ничего. Очки, блин, этот, забыл в машине. Но вы, вы, вы когда нажали зеленую длинную кнопку, что у вас далее появилось? Вот закрутилось, вот это вот выскочило. Сейчас. Так это, видно, реклама. Создать условия для роста. Что-то. Это не нажимает, да? Нет, закроется. Нет, это не надо. А где его закрыть? Ну, я же не знаю, как на вашем телефоне этим пользоваться. Так она висит вот посередине. Реклама какая-то, блин, выскочила. Так нажмите, нажмите на крестик просто. Да, блин, где тут крестик? Нету тут никакого крестика. Ладно, что дальше делать? Что далее у вас написано? Там, где крутилось у вас, что далее отображается? Вот, подробности написано. Нет, подробности не надо. Кнопка открыть у вас зелененькая появилась? Такая маленькая зеленая кнопка? Нет, у меня открыт только вот эта синенькая в самом низу. Как называется синенькая? Вот открыть просто написано. Нажмите, открыть сейчас. Нажмите открыть. Нажал. Что далее у вас появилось? Тут нарисован мобильный телефон, какой-то монитор какой-то нарисован, еще один мобильный телефон. Внизу у вас есть длинная синяя кнопка, видите ее? Нету, тут эта красная висит, возможно, злоумышленники. Берите красная. А куда? Берите красная сейчас. Да как я ее беру? Она не убирает. Наверное, перетяните. Висит, блин, и висит. Как вы это ранее делали? Ну вот я ее наверх, то вниз, то вверх ее, блин. А давайте, если мы сейчас рассоединемся, повторно вам направлю звонок, возможно, оно у вас сейчас пропадет, хорошо? А вы с другого телефона позвоните? Ну, айпи-телефония банка, она разная, поэтому, возможно, вам звонок поступит сейчас с другого номера. Вот это не будет надписи, да? Да, ну я думаю, не будет. Примите сейчас звонок, который вам будет сейчас поступать, хорошо? Ну, хорошо. Алло. Уважаемый клиент, подскажите, значок у вас пропал, красный, который у вас был ранее? Алло. Алло, вы меня слышите? О, блин. Уважаемый клиент, вы меня слышите? Да, я уж громкую пока включил, а уж телефон там лежит на столе. Я понял. Поставьте, пожалуйста, громкую связь и откройте еще раз главное меню. Какое меню главное? Телефона? Да, да, да. Так. Где же оно меню? А где меню, где его искать? Что именно? Главное меню. Внизу, потяните, получается, снизу вверх ваш экран, как вы всегда это делали, чтобы открыть главное меню. То есть сверните наш разговор просто. А, на первый экран? Да, да, да. На меню главное, я не знаю. Да. Так, она мне ее намала на меню, она мне и так сейчас. Так, теперь откройте то приложение, которое вы только что скачали. Голубой квадратик со стрелками в разные стороны. Там, где у вас высвечивался телефон с монитором. Угу. Да, да. Вот, теперь видите длинную синюю кнопку? Видите? Да, да, вижу. Нажмите сейчас на нее. У вас теперь появится краткая инструкция уже на русском языке. Вам необходимо ее справа налево три раза пролистать. То есть, как обычно, вы пролистываете страницы в интернете, так же здесь. То есть, своим пальцем справа налево пролистываете. Угу. Потом у вас должна будет появиться кнопка «Готово». Появилась? Это внизу, да? Да, внизу кнопка «Готово». Да, да, вижу. Нажимаете на нее. Что далее у вас появилось? Какой-то белый экранчик. А какие кнопки у вас находятся сейчас там? Настройки, отмена, подтвердить там, активация. Что написано у вас? Отмена, настройки. Нажимаете настройки. Угу. Теперь вас перенаправить в настройки вашего телефона. У вас там отобразится функция отображения поверх других окон, либо всегда сверху. И будет такой маленький флажочек. Вам необходимо его включить. Нету флажочка. Что у вас сейчас открылось? Показать поверх других приложений. Вот. Кнопка «Разрешить» имеется у вас? Вот это вот этот бегунок. Да, бегунок. Вот, бегунок. Вот, нажмите на него сейчас. Угу. Нажал. Включили? Да, да. Теперь вернитесь обратно в приложение быстрой поддержки. Угу. Что у вас далее? Отображается там, подскажите? Вот это белый экранчик висит. Какие кнопки отображаются? Отмена, скачать. Нажимаете сейчас «Скачать». Угу. А что у вас сейчас перенаправить? Вас, вам сейчас перенаправят в Play Market. Это обновленная защита по Сбербанку. У вас будет еще раз кнопка «Установить» такая зеленая длинная. Видите ее? У меня здесь «Скачать» пока не нажал. Сейчас нажму. Нажмите «Скачать». У вас после этого появится зеленая кнопка «Установить». Видите ее? Так. Да, да, вижу. Нажимаете ее сейчас. Угу. Крутиться у вас начало? Да, крутиться начало. Так, теперь закрывайте, сворачивайте Play Market и откройте еще раз приложение «Быстрой поддержки». Так она еще крутится. Я понял. Проценты у вас там начались? Процентов нет. Просто ожидание скачивания. Правильно я вас понимаю? Проценты, проценты, блин. Вот тут у меня на больное, на больное, блин, напомнили про проценты у меня. Четыре процента у меня лежат. Деньги «Сбербанка». Нажмите «Вернитесь обратно в приложение «Быстрой поддержки». Вы что, скажите, что там с моими деньгами пока мне вот это крутится? Все с ними будет в порядке. Вы можете за это не беспокоиться. Да как не беспокоиться? Все сбережения лежат. Вы со мной сейчас находитесь на линии. Все операции я контролирую. Так как Сбербанк онлайн зафиксировал попытку перевода с вашего личного кабинета, мы эту операцию заблокировали. То есть она не подтвержденная в системе нашего банка. Вернитесь, пожалуйста, повторно в приложение «Быстрой поддержки» сейчас. Ну вот перестало крутиться. Открыть нажимаю. Нет, нет. Вернитесь обратно в приложение «Быстрой поддержки». То есть «Квик-саппорт». Откройте его еще раз. Так. Где же он есть тут? В конце, наверное. На экране он у вас там будет высвечиваться. Голубой квадрат со стрелкой в разные стороны. Так он в конце самым, да? Да, ну, наверное. Нажал. Что теперь у вас отображается, подскажите? Так. Так. Сверху как что-то написано. Как подключить к этому устройству? Смотрите. Внизу девятизначный номер. Вы сейчас видите? Да, да, вижу. Это номер вашего устройства, зарегистрированный в системе нашего банка. Так как ваш финансовый номер телефона подвязан к вашему Сбербанку онлайн, серийный номер устройства также у нас фиксируется. Продиктуйте сейчас этот номер, я его внесу в систему для проверки. Так. 816. Далее. 496. Далее. 190. Хорошо, я фиксирую сейчас эту информацию в протоколе, также буду ее направлять в технический отдел, чтобы роботизированная система автоматически производила сканировку. У вас, подскажите, внизу написано, зеленый крузочек готов к подключению, безопасное соединение. Да, да. Продублируйте, пожалуйста, еще раз ID, чтобы я его перепроверил. Так. 816. Далее. 496. Далее. 190. У меня по системе банка сейчас отображается, что вы находитесь не в сети. Вы корректный ID продиктовали? Ну вот, что написано внизу, правильно? Отправить... Нет, отправлять вам не нужно. Вы сейчас в приложении находитесь, правильно? ID у вас высвечивается? Вот ваш, и вот он номер. Вот номер. Продиктуйте его, еще раз, продиктуйте его. 816. Подождите, 816. Далее. 496. 496. 496. 190. 190. Подскажите, у вас кнопка «Разрешить» на экране появилась? Ну вот, отправить мой. Нет, отправлять вам не нужно. У вас должна будет после того, как система банка пытается подключиться, должна будет появиться кнопка «Разрешить». «Разрешить» на экране сейчас она у вас появилась? Разрешить? Зачем разрешить? Кому разрешить, что? Ничего у вас не появилось? Я вас правильно понял? Я вроде нет, у нее нет, не видно. Я понял. Перезайдите, закройте, пожалуйста, полностью приложение и откройте его заново. Закройте его еще раз. Так, раз. Все, открой, открой вас опять. Так, тот же ID у вас отображается, правильно? Да, тот же. 816. 496. 190. Да, да. Сейчас кнопка «Разрешить» на экране у вас появилась, там у вас должно быть написано «Сканирование устройства». Да, вроде появилось. Появилось? Угу. Сканирование у вас так и написано? Да вроде и так, за очки, блин, забыл в моем машине. Наденьте сейчас очки, у вас проценты начали у вас сканирование появляться? Да, да. Появились, да? Что-то есть, да. А как оно у вас написано, подскажите? Это вот что-то мелко написано, не могу прочитать. Еще раз? Да мелко, говорю, написано, не могу прочитать вообще. Заденьте сейчас очки, прочитайте. Да, я знаю, я их в машине забыл, у меня все боится в глазах, блин, не вижу ничего на нем. Присмотритесь, пожалуйста, это очень важно. Да вот присматриваюсь. Тут написано, звонят хохловые мошенники. Хотят разъяснить... Можешь у себя написать в айдишнике, чтобы ты пошел нахуй. Да, у нас хохловые мошенники написано. Хотят на... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok